В Николаев из Херсона прибыл первый поезд с эвакуированными людьми. Они были вынуждены покинуть город из-за угрозы подтопления в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. На вокзале сейчас находится наш коллега Богдан Максимец. Богдан видит и пообщался уже с людьми, которые прибывают. Богдан, вас приветствуем. Передаем вам слово от вас все подробности. Конечно же, о ситуации. Расскажите о настроениях. Что удалось узнать от людей? Да, приветствую. Ну, наверное, начнем с того, что действительно первый поезд прибыл еще в обед около 12 часов. Второй поезд, который также направили в Херсон для эвакуации местных жителей, прибыл около 15.00. С третьими людей, которые прибыли уже в тюрьм поездом, это было плюс-минус примерно 40 человек, которые эвакуировались уже, соответственно, второй волной, и которые рассказывали о том, по какой причине они приняли решение эвакуироваться в Николаев. Можем добавить, что Николаев, на самом деле, это только промежуточная остановка. Дальше большинство из этих людей будет эвакуироваться уже дальше, либо в Одессу, либо на север Украины, в Кропивницкий, либо уже на территорию Западной Украины. Большинство из людей, которые эвакуировались, это жители самого города Херсон, в первую очередь жители двух микрорайонов, которые больше всего сейчас почувствовали на себе последствия взрыва Каховской, да, с Российскими оккупационными войсками, с которых я предлагаю... Отчего уезжали? Потому что дамбу взорвали. Просили, все, уехали. Вы, как я понимаю, в той части города, которая подтапливает, да? Почему решили эвакуироваться? Потому что угроза подтопления? Да. Здесь как встретили? Хорошо, спасибо. С острова. А видели воду уже? Ну, мы только в видео, нам позвонили, сказали, чтобы мы выезжали. Мы проезжали в полицейской машине, там набитой, проехали мост, и там нас забирали дальше, и дальше, и дальше. Ехал с утра, и сейчас, не знаю, уже так смотрю, телеграммы, жетонок-тонок. Животки плавают. Домашнего друга спасли? Да, забрал. Как отреагировал на поездку? Нормально, он не гуляет. Видели мы большое количество людей, которые выехали именно с тех сетей Херсона, которые уже сейчас остаются потоплены. Это, в первую очередь, корабельный микрорайон и так называемый микрорайон-остров. Также хочется добавить, что в большинстве своем люди приезжали с минимальным набором вещей. Если говорить про этот набор, то это буквально там несколько сменных пар одежды и, в первую очередь, свои домашние любимцы. Это собаки, коты. Также мы активно их наблюдали сейчас на железнодорожном вокзале города Николаев. Хочется отметить саму по себе работу как николаевских волонтеров, так и просто николаевцев. Огромное количество гуманитарных миссий с абсолютно разных стран мира мы встретили. Они помогали людям, которые эвакуировались, помогали им понять, что им делать дальше, предлагали временное жилье. Ну и, конечно, надо отметить то, что делали николаевцы. Видели мы, как люди приносили просто продукты для того, чтобы накормить на таком-то перевалочном пункте как можно больше людей, для того, чтобы они почувствовали, что они приехали в безопасность из места менее безопасного на данный момент. По официальным данным, государственная служба с чрезвычайных ситуаций была эвакуирована с города Херсона и прилегающих, деоккупированных еще осенью прошлого года территорий, около тысячи людей. Опять-таки, большинство из них разъедутся дальше. Николаев – это как такая первая перевалочная база. Сейчас по официальным данным нет информации, что эвакуация будет продолжаться поездами. Также существует еще один путь эвакуации. Это эвакуация автобусными и рейсами. И, соответственно, личным автотранспортом также активно работают волонтеры, которые приезжают либо на своих личных машинах, либо также покупают и где-то находят такие вот микроавтобусы, то, что вывезти можно больше людей и как можно больше их вещей. Это число сейчас неизвестно, но, я думаю, также скоро мы увидим общее количество людей, которые эвакуировались из территории Херстонской области, которая пострадала от подрыва Каховской ГЭС с российскими оккупационными войсками. Поэтому продолжаем находиться в городе Николаев, следить за развитием ситуации и передаю слово на студию. Спасибо. Богдан, позвольте еще одно уточнение, конечно же, в силу того, что это сейчас топ-новость. Очень большие переживания за людей, которые прибывают. И, в свою очередь, не на камеру. Самые большие переживания у людей, какие сейчас? И, конечно же, я спешу вас спросить о гуманитарной составляющей. Сыты ли люди? Есть ли еда? Вот, знаете, такие жизненные, обычные вопросы. Это же стресс, лекарства, понятное дело. Там же пожилые люди, да. Хочется также отметить работу психологов АГСЧС, которые работают в НашД вокзале, которые успокаивали людей, которые спрашивали о том, как они себя чувствуют, в каком моральном, психическом состоянии они находятся. А если говорить о еде, о воде, вот надо отдать честь городу Николаеву и жителям этого города то количество еды, которое принесли на территорию железнодорожного вокзала, это просто огромное количество. И, я думаю, накормили абсолютно всех, кто этого хотел. И, может быть, даже хотел не до конца сильно, но при этом все равно покушал. Такая же ситуация и о воде. Если говорить о переживаниях людей, то самое главное переживание это понимание, это непонимание того, что делать дальше. Ведь мы понимаем, что это стихия, это вода. Мы разговаривали с одной женщиной, она говорила, что она долгое время прожила в городе Новая Каховка, после этого, еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, она переехала в город Херсон. Она говорила, что она видела только из-за воды, которая держала эту дамбу, и просто страшно представить, что будет с людьми, которые живут в низинных тезинтелях, которые останутся подтапливаемые. Также очень немаловажное переживание, опять-таки, это за тех людей, у которых остались родственники на левом берегу, на оккупированной временно Российской оккупационной войсками части. Там, к сожалению, ущерб немного больше. Мы видели те шокирующие видео с города Новая Каховка, где и Дом культуры, и городской совет, и когда-то очень хороший стадион ФК «Энергия» полностью затоплены, об этом очень сильно переживают. Говорят, что в отличие от законной власти, власть оккупационная либо не дает эвакуироваться вообще, либо максимально уменьшает все последствия. И понятное дело, что никто их там встречать не будет, так как здесь. Поэтому своих родственников видео сильно переживают, и также много об этом думают. Богдан, огромное вам спасибо. Пожалуйста, берегите себя, и, конечно же, ждем от вас последней информации, материалов касательно того, вдруг какая-то помощь, нужна этим людям. Ну и просто держите нас в курсе. Богдан Максимец, напомню, наш коллега был с нами на прямой связи.